Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Мои хорошие, будем с вами обсуждать некоторые интересные моменты. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал. Ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях. Ну что, друзья мои, маразм крепчал, деревья гнулись. Ну и, как говорится, кто о чем? О вшивой бани. Да, мы с вами просто обсуждаем, обозреваем и комментируем как раз-таки ролики Уралки и Сарафана. Ну а они все о зависти, о какой-то зависти к ним. А также их электорат, друзья мои, тоже там что-то щебечет относительно какой-то зависти, вы понимаете? Вот сидят тетки, которые, глядя на Уралку, завидуют ее жизни. Могу себе представить, насколько она у них никчемная, если они такой жизни завидуют. И сидят и нас почему-то обвиняют в своих комплексах. То есть они все сидят, завидуют, они все с какими-то комплексами, они черти какие, непонятно какие, непонятно какой жизнью живут. Сами же говорят о том, что они ей завидуют, сами в этом признаются. Но почему-то свои комплексы пытаются вешать на нас с вами. Хотя мы, собственно, в зависти к Уралке, ну никогда не признавались. Ну, не считаем, конечно, вот эти шуточные моменты, что мы с вами завидуем и Рихе, и завидуем Уралке. Ну, да. В общем, друзья мои, одна пишет. Женщины, Сафар Ольгу любит, а вы, капслоком, не завидуйте. Найдите такого умельца. Хочется мне высказать, вставить, так скажем, свои пять копеек вот этой тете, которая пишет подобного рода хрень. Слушайте, женщина, в конце концов, прочистите уже свои уши, да, нацепите окуляры, и, возможно, это вам поможет. Сегодня, да, вернее, вчера Уралка, когда готовила вот эти вот сосиски в тесте, готовила пиццу, Уралка сама своими словами через рот говорила о том, что Сарафан вообще ничего не умеет. А если что-то и делает, то только из-под палки с ее чуткого руководства, да, с помощью ее чуткого руководства. Поэтому заканчивайте уже нести подобного рода околесицу и рассказывать нам о том, найдите такого умельца. Спасибо, нам не надо. У нас есть достойные мужчины, которые достойно себя ведут, да, которые, знаете, не будут пихать себе самый лучший кусок, да, и самые лучшие конфеты прятать от своего же ребенка. Ну, а по поводу, что любит, не любит, мы видим прекрасно, как он к ней относится. А по поводу завидуйте, ну, раз вы завидуете, так и завидуйте, как говорится, хоть молча, хоть громко, хоть как угодно. Но не надо нас обвинять в своих же комплексах и в своих проблемах, раз вы такие завистницы. И раз у вас даже таких сарафанов нет, ну, что ж, как говорится, опять же, это ваши половые трудности, сугубо только ваши. Да, друзья мои, ну, любят, любят вот эти вот женщины кричать о том, что нам завидуют. Причем, друзья мои, уже доходят до смешного фильтра, накладываются так, что уже все стены и перегородки, да, все какие-то балки, все какие-то там, знаете, доски, уже просто они вот вывернуты в разные стороны, искорежены, потому что сарафан укладывает на Уралку фильтры. Вот там, где он стоял вместе с Уралкой, друзья мои, там даже сарафан уже крупнее Уралки, представляете? А Уралочка представлена эдакой-эдакой худюшкой, худюшкой, да, девочкой-припевочкой. Ну, что ж, как говорится, далее. Далее, комментарии читаю на канале Уралочки. На еду денег не жалко, не причитает, а для Абдугани тетрадь быстро расписывает, ручки теряет. Для Дуни, говорит, надо то, не знаю что, в общем, ничего в итоге не надо. Да, понятное дело. Здесь только рассматриваются потребности сладкой парочки, да, потребности пары гнедых, потребности вот этой вот пары сарафана и Уралки. Все, больше ничьи потребности никому абсолютно не интересно. Помните, как они там увидели для Абдугани, да? А, значит, нет-нет-нет, это за 900 рублей мы купить не можем, потому что это дорого, будем ждать зарплату. Ну-ну, а сами до этого прожрали, как говорится, намного больше денег. Просто тупо прожрали, понимаете? То есть на жрачку действительно не жалко, а вот на пацана жалко. И про кошку. Мне так нравится, как Уралочка всякий раз говорит, ой, да, Дуня, да мы ее так обожаем. Но сегодня, когда сарафан несколько раз предлагал купить вот эту вот, знаете, лежанку, да, причем, ребят, честно, мне почему-то кажется, и сарафан-то тоже не собирался покупать эту лежанку. Это он сказал так, знаете, для камеры, для красного словца, ну, чтобы выглядеть на камеру эдаким молодцом, типа и на фоне Уралочки, знаете, на контрасте с ней сыграть. Мол, вот смотрите, она для Дуни жалеет, а я такой отец молодец, а я для Дунечки ничегошеньки не пожалею. Ну, давай, давай, говорил сарафан, мы купим, значит, вот эту вот лежанку для Дуни. Ребят, какие проблемы? Ну, часто же многие из вас говорят о том, что у него деньги и так далее, и только он распоряжается деньгами. Какие проблемы? Взял бы да и купил, а я скажу, какие проблемы. Проблема в том, что они как раз-таки два жмота, и они совместно распоряжаются этими деньгами, и они копейку ни на кого другого не потратят, понимаете? Ну, да, это те люди, которые пытались нас уверить, друзья мои, да, убедить, вернее, в том, что они четыре комплекта постельного белья отправили самой нуждающейся вот этой вот женщине, да, ну, которой они снимали домишко Хибару в Кабардинке, а здесь, вот знаете, пожалели для Дуни. Особенно мне понравилась реакция Уралки, которая кричала, все, все, все всегда было для Дуни. Уж мы так для Дуни всегда старались, уж так старались, уж так мы ее любили, так любили. Ну, да, Уралочка, собственно, мы видим, у нее ни лежанки никогда не было, да, ни переноски никогда не было, ни корма какого-то нормального никогда не было. Кормили черти тем, чем, да, мясом сырым, да еще и грязным, ребят. Даже не удосужились мясо помыть всякий раз, когда они ей бросали вот это грязное мясо, которое где только не валялось, да, по каким только ларям оно не валялось, где только на базах оно не хранилось, там и мыши бегают, и все на свете. И они вот так вот, знаете, кусок грязного мяса отрезали и бросали кошке. Но я хочу сказать, что и монка у кошки еще очень достаточно сильная, что вот она вот так вот у них жила, да, и такая достаточно крепкая кошка сама по себе. Поэтому у Уралки одни слова, мы так кошечку любим, так кошечку любим, по итогу кошечка абсолютно без всего. И сегодня, когда Сарафан решил проиграть, знаете, у них вот они, да, как два полицейских, один добрый полицейский, другой злой полицейский, да, ну, по психологии. И вот он решил сыграть на этом контрасте, но, друзья мои, Уралочка была непоколебима, да, непокобелима, непокобелима. Это ей больше подходит, да. Ну, вы поняли, что я стебусь в данном случае. Так вот, друзья мои, как раз-таки Уралка сказала, нет-нет-нет, не надо, ей не надо, да она не будет на этом спать, да и так далее, да ты же помнишь, да как она ходила и так далее, Уралка, откуда тебе знать, где бы она спала? Глядишь, она, может быть, и легла бы на эту штучку, может быть, ей понравилась бы как раз-таки вот эта лежанка, да. Ты же не знаешь, опять же, Дуня у вас, таких, я бы сказала, живет достаточно в спартанских условиях, да, конечно, она довольна жизнью, потому что жизнь у нее относительно спокойная, благо, что не на улице, но все-таки я не знаю. Ну, любовь там показушная есть на камеру, какая там любовь вне камеры, понятия не имею. Уралочка, ну, настолько, возможно, любит кошку, конечно же, это понятно. Кошка у них сама по себе особо ни к кому, никакой любви она даже близко не испытывает, потому что, видимо, гладят ее только исключительно, когда включается камера, а вне камеры на нее, возможно, никто даже внимания не обращает. Ну, и еще, друзья мои, этот комментарий, который не мог меня оставить равнодушный, комментарий на канале Уралочки. Следующее содержание. Как приятно вместе ходить по магазину. Вы семья. Ну, да, друзья мои. Оказывается, если вы вместе пошли по магазинам, значит, вы точно стопроцентная семья. Представляете, какое счастье. Вот, знаете, вот читаешь этот комментарий и понимаешь, что либо вообще нет даже такого сарафана, да, либо, знаете, вот есть мужчина, который вообще никогда с женщиной никуда не ходит, а с другой стороны, есть мужчины, которые 24 на 7 работают, да, им, собственно, особо некогда ходить по магазинам. Ну, а сарафану что делать? Надо пилить контент. Пилите, Шура, пилите, как говорится, да, друзья мои. Вот по этой причине они и таскаются, как Широчка с Маширочкой. Мы с Тамарой ходим парой. Мы с Тамарой, да, ну, явно не санитары, а, скорее всего, пациенты палаты номер 6, которые сбежали от тех самых санитаров. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всех целую и обнимаю. Всем пока-пока. И, конечно же, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok